Семья Касьяник – это коллектив активных участников многих городских мероприятий. Узнав о том, что в Бресте реализуется такая интересная инициатива, они просто не могли не воспользоваться возможностью и с удовольствием задумались о новой постановке. Философская сказка о голодном зайце, воронье и аисте понравилась и детям, и родителям, и не менее удивила талантливого режиссера Владимира Ящука, который в качестве эксперта участвует в проекте семейных театров. Мы с Олегом давно друг друга знаем и общаемся с Олегом Голосом, принимали участие. Мне нравятся его проекты, которые он придумывает. Они человеческие, они душевные, они творческие и даже, может быть, и рискованные. А я человек экспериментирующий и рискованный, люблю тоже рисковать. Ознакомившись с текстом будущей постановки, начинающая театральная труппа представила свою версию исполнения первой сцены будущего спектакля. Оказалось, объяснить было проще, чем показать. Первые несколько строк и уже звучит комментарий. А ворона, каждый шаг со змеей, и вообще, и по ходу она может засыпать, как она старая, когда она заснёт, и полетела куда-то непонятно, червячка поймала. И что ты здесь делаешь, а? Подозрительно относится, несмотря на то, что она по жизни ваша дочь. Проведение фестиваля семейных театров – новая инициатива для Беларуси. Несмотря на то, что во многих странах мира подобного рода театральные коллективы существуют давно, наш город в этом роде деятельности может стать первым. Немножко поискали информацию в сети, и выяснили, что, оказывается, в Беларуси у нас претендентов таких и не было. И если у нас всё получится, а я уверен, у нас не непременно всё получится, мы окажемся первыми в республике именно с этой инициативой. Главная задача, которую ставят перед собой организаторы первого фестиваля любительских семейных театров – не просто приобщить людей к театральному искусству, не только лично познакомить участников с настоящими режиссёрами, но и подарить возможность семье ещё раз собраться вместе, чтобы стать ближе и роднее друг к другу. Кстати, желающие поучаствовать в интересном проекте ещё могут присоединиться к доброй инициативе, ведь главное – желание. Нас в этом проекте зацепила, ну, прежде всего, это совместная деятельность. Всё-таки ничто так не сплочает семьи, а я думаю, что сейчас в современном мире семьям тяжело найти вот эту гармонию. Вот это, ну, как бы способ просто объединиться, почувствовать, что мы семья, что мы в одной команде, что мы вместе, и вместе мы большая сила.